добрый вечер юлия латынина как всегда в это время по субботам 985 970 45 45 41 день голодовки сенцова 10 день мундиале и такая прекрасная история в пандан депутату плетневый который просила не спать с иностранцами трафик тиндер у абонентов возле фан зоны вырос в 11 раз в аптеках после фан зоны с учетверенной скоростью разбирает презервативы я напомню что депутат плетневый это та самая которая заступалась за слуцкого зачетку и видимо собственно ну понятно забота нашей государственной думы об обеспечении монополия слуцкого зачетки на лобки российских девушек но похоже российские девушки предпочитают егерийцев нигерийцев и египтян вообще кстати удивительно как эти люди вот в государственной доме как они похожи на мол наш патриоты я бы сказала шире это явление не только для государственной думы как они похожи на мол и как российский народ по счастью не похож все-таки на население сектора газа 985 970 45 45 а меня можно будет увидеть вживую моим американским слушателям на следующей неделе 26 июня 8 вечера филадельфии в джи си си клейн бранч и 27 июня в парамусе в ниджерси в пьяно-холл билеты в обоих случаях на сайте russianstage.com все это можно прочитать и послушать на сайте латыни на тв и собственно это последний раз когда я буду выступать все вживую на западном побережье а дальше уже осенью в германии девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять наша отечественная нквд решила тряхнуть стариной внимательно порылась в архивных данных выкопала там знаменитая тоннель от бомбея до лондона и шпионаж в пользу румынии и вот прямо так без поправок обвинила шпионажи в пользу кого-нибудь о румынии никого-нибудь топ-менеджера интерао карину цурка я напомню что у нас интерао возглавляет молодой человек по фамилии ковальчук по имени борис который ну чисто случайно приходится с сыном юрию ковальчу вообще как мы знаем у всех путинских друзей растут талантливые сыновья вот сын иванова нет который сбил старушку а другой сергей такой талантливый человек что 17 года 37 лет возглавит алроса сын патрушева дмитрий возглавил хорошей хозбак сын директора службы внешней разведки фродкова зампредседатель внешнеэкономбанка аэропорт пукало сын директора фсо андрея бывшего директора сын директор фсо андрея мурова сын борникова денис председатель правления втб северо-запад а вице-президент объединенной авиастроительной корпорации алексей рогозин теперь у нас возглавляет ильюшина а видимо это гены сказываются талантливый пропьешь вот такие талантливые дети поэтому изглавляют и почему-то чем больше талантливых детей возглавляет нашу науку и промышленность тем катастрофически выглядит более пейзаж вот такой парадокс назначают самых талантливых выросших лучших семьях а получается ужас и мрак кромешный а в рамках этого таланта талантливые парада талантов я бы сказала талантливый сын ковальчуков возглавил интеррау вообще интеррау напоминаю считается в отчиной игоря сечина который возглавляет его совет директоров кстати помнить у нас была такая компания по выводу госчиновников из советов директоров госкомпании и никто не отменял но сечин который возглавлял храус 2008 года в рамках этой компании покинул его в одиннадцатом году оставил там человека греть кресло а в тринадцатом когда компания слилась благополучно вернуться и вот теперь оказывается что вот два этих талантища этих два могучих государственных утеса могучий человечище игорь сечин и талантище борис ковальчук пригрели на груди змею румынскую шпионку мата хари которая представьте себе шпионила в пользу румынии потому что она собственно отвечала за коммерческие переговоры с восточной европой и вот я думаю как хорошо что эту нехорошую женщину не поставили руководить связями рао ес с вануату или с берегом слоновой кости или страшно сказать с монголией потому что иначе бы она представляете какой ужас шпионила в пользу вануату но она отвечала за энергетические проекты в восточной европе и шпионила в пользу румынии но если вам непонятно дать или кто главный геополитический соперник нашей великой вставший с колен россии вы думали может быть грузия или украина то нет сама румыния не больше не меньше тут меня правда берут сомнения потому что но как бы сказать я бы хотела видеть но некоторые доказательства вот только что недели две назад я говорила что хотела бы видеть доказательства покушения на аркадия бабченко кстати из был теперь предоставляет не все но они опубликовали впечатляющий разговор вот этого самого алексея германа которого они считают организатором у отец которого как раз общался с суркисом с могилевичем и киллера и герман там рассказывает шел тут проклятый журналюга надо боротец ему позакрывать но видел аудио у нас сейчас на дворе опубликуйте доказательства помните был шпионский камень нам по телевизору показывали как значит проклятая британская разведка заложила его с микросхемами внутри кстати я должна извиниться перед фсб как я понимаю камень-то оказался настоящий как раз скрипаль как я понимаю по нему и проходил а пока видео доказательств нет меня сомнения берут и сомнения эти вот какого рода значит карина цуркан с 2012 года занимает пост правления интерао а до этого она руководила географическим дивизионом молдова украина и ромыния и как бы на этом посту она по определению ведет переговоры с румынскими бизнесменами вопрос шпионаж в чем заключается в ведении переговоров а там такая канва что бизнесмены с которыми она вела переговоры могли быть связаны с румынской разведки которая может быть связана с иру как как перевести на русский значит ли я что сейчас вот я прямо на эхо москвы занимаюсь шпионажем потому что среди моих слушателей могут быть люди которые могут быть шпионами цру а я публично говорю что нами правят воры и раскрываем государственную тайну второе это акционерная коммерческая компания вопрос что в ее деятельности является гостайной вот какую гостайну выдала цуркан страшным румынским шпионом она им чё рассказала как электроны в проводах обеспечивают электрический ток принцип генерации электроэнергии электростанциями как делать турбины может она им выдала страшную государственную тайну под названием закон ома вот еще раз что является государственной тайной деятель акционерной коммерческой компании это ведь не пустой вопрос ведь у нас только что руководили другой компании действительно высокотехнологичный такой до которой нам как до космических баз на кольцах сатурна это илон маск из теслы он обвинил тоже сотрудника в коммерческом шпионаже он заявил что 40-летний технолог которого зовут мартин трипф который пришел в теслу делать карьеру и у него не получилось из-за его личных и профессиональных качеств он в отместку значит взломал операционную систему тесла он еще значит разработал написал код который позволял ему воровать данные даже после того как его уволили и казалось бы да вот этот самый трип он способствовал утечке информации которая действительно представляет собой но находится на то что называется на переднем крае вот бы сша арестовать его за шпионаж а фбр даже не почесались и все решается в рамках частного иска илона маска к этому человеку тесла требует от него компенсировать нанесенной компанию ущерб ну допустим что карина цуркан сделала тоже что мартин трипф выдала гадина румынам законом а они до сих пор о нем не знали а шпионаж тут причем интерау акционерная компания цуркан нанесла ущерб очень хорошо пусть интерау подает на карину цуркан в суд со словами вы нам нанесли такой-то ущерб поскольку значит официально фсб не мычит не терится естественно стала искать все всякие сливные материалы по поводу шпионажа цуркан нашла такое издание взгляд которая значит совершенно душераздирающе описала ситуацию видимо со слов высокопоставленных начальников с фсб значит издание взгляд начинает писать так в начале 2000-х годов цуркан работала в центре реформ коммерческого права при агентстве сша по международному развитию скобках и сэйд как человек с таким прошлым был принят на работу в интерау грозно спрашивает журналисты взгляды ну как я уже сказала видимо в данном случае представляя точку зрения более авторитетных товарищей но действительно как человек с опытом и сэйд или там маккензи или там делу этот уж принят на работу в интерау но понятно что человек который это работает в рау должен иметь там пять классов образования членство в движении наши а дальше взгляд жжет еще дальше значит он сообщает что следствие ведет экономическое управление фсб и что на цуркан могли выйти в результате масштабных аудиторских проверок стоп-стоп можно узнать как с помощью можно мне узнать как с помощью аудиторских проверок уловить шпионов и каким образом экономическое управление фсб вообще может ловить шпионов а да значит ну конечно это не проговариваются про проверки потому что если экономические проверки пыли да то значит искали что угодно а не просто румынских фпионов и соответственно значит что на самом деле в чем дело как мне кажется карина цуркан опять же как мне кажется это моя гипотеза принадлежит очень часто встречающемуся типу российских дядок женщин я не знаю цуркан лично я просто наблюдала многих таких женщин нескольких своими глазами всегда по-доброму и завидовала как правило это женщины которые приходят из финансов и они становятся альтер-эго своих патронов они отвечают за их теневые финансы они отвечают за бассейн за транзакции за то чтобы чисто было они умные они работоспособны часто они еще и красивые как та же карина цуркана на мой взгляд очень красивая женщина и тогда да даже нельзя сказать что они становятся любовницами это не содержанки которым выписали должности школ очень часто это умная работоспособная близкая к начальнику женщина который знает все его секреты с которой можно посоветоваться она просто затмевает собой эту дамочку которая сидит дома и красит ногти а значит насколько я понимаю у карины там уже тоже масса людей написали значит с кем там цуркан была зарегистрирована в квартире где она там проживала с каким человеком который много строил для интеррау насколько я понимаю она также была очень близко просто нормально близко борису к вольчугу то есть она заведовала в рау а всеми неформальными трансакциями и вообще напоминаю да что молдавия которой она была гражданкой пока не отказалась она возникает там не случайно потому что там молдавия это знаменитое место где там из банков миллиард долларов пропал да это молдавская знаменитая прачечная где 20 миллиардов далеко не всегда воровных долларов переправили из россии на запад и там еще были латвийские банки там еще была сэлвербанк который сейчас обанкротился и понятно первое что эта история не имеет никакого реального отношения к шпионажу это арестовали кассира одного из людей которые грубо говоря входят в номенклатуру цк это разборки внутри этого цикла а которые могут происходить только приведоми а владимира владимировича вот пенсионной истории он не заведует а такого рода разборки это конечно всегда не да это его история просто если его не поставить в известность там это просто неправильно на это как в истории с улюка его как там сказал путин он был в курсе с самого начала вот ему точно что-то по этому поводу докладывали чем не знаем докладывали пока но мы знаем что в этом гадюшники где с одной стороны бульдоги грызутся под ковром а с другой стороны очень высока степень искажения информации а с третьей путин всегда старается сделать так чтобы возможно обеспечить себе возможности отрицания типа это не я это вот они да и это возможность отрицания приводит к тому что у него утрачивается часть контроля над системой да плюс дезинформация мы значим что ему могут там он может показать оливера стоуну видео с вертолетом будучи искренне уверен что это значит действительно российские люди которые расстреливают и геновцев в сирии а потом оказывается что это люди что американский апач который садят по талибам в афганистане да то ему скажут что это спецназ сша убил кадайфи то ему скажут что вот у нас есть точно данные что это сша финансирует игил да вот смелькнуло важное сообщение что цуркан это гражданка румыния это значит все это значит скорее всего что румыния наш чем пробавляется это беднейший член ес и сказать что румыния продает свое гражданство было бы некорректно по отношению к могучей румынской разведке а но там вот какое дело то они стали выдавать гражданство всем кто может доказать что их предки жили на территории бессарабии до того какой анонсировал стали а собственно если этот человек не может это доказать то насколько я понимаю ему несложно предоставить соответствующие документы которые ему кто-то там изготовит да то есть это такой легкий способ стать гражданином румынии стать гражданином ес нормальный способ страховаться нынче вся российская элита все пытаются обзавестись кто мальтой кто израилем а и вот представьте себе допустим путину приходят и говорят слушайте вот такая-то такая-то дама заведует важным государственным бассейном а вот тут из бассейна тут отпили тут отпили а еще это гадина получила румынское гражданство небось в обмен слила цру данные нашей важнейшей гостайне а скажем так неформальных транзакций в госкомпаниях напомните же историю с якунином которого там последний капли из-за чего воля якунина как говорят было когда путину показали что его сын на получил британское гражданство и вот я себе конечно примерно представляю такую картину да еще раз она до конца не ясна у нас может быть еще много неясных деталей но все равно это картина жуткая потому что вот вы скрещиваете ужас ежом получается колючая проволока а вы скрещиваете нквд с одной стороны и неформальные транзакции с другой и получается вот рау и наши прочие госкомпании и получается вот это вот государственная машина в рамках которой диппочты возят кокаин 985 970 45 45 еще важнейшая новость этой недели на мой взгляд это решение рособнадзора отозвать государственную аккредитацию московской высшей школы социальных и экономических наук которая в просторечии называется шанинка последовавшая за аналогичным отзывом лицензии у европейского университета в питере а почему это очень важная история потому что обычно у нас за какой-нибудь душераздирающий скрипоносной историей оказывается какой-то чисто шкурный интерес то вот у нас вдруг супер патриотическая компания свой туристический сервис обращается там обращается в минкульт запретить работу booking.com и минкульт говорит да 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 вот это надо посмотреть и подержать и оказывается что значит компания подрядчик гостуризма и руководитель давно пытается создать аналог booking.com в россии а да вот так как гениально сказал невзоров государство это группа лиц которая связана с возможностью обморачивать обворовывать население и необходимостью эту возможность защищать да вот условно говоря там вдруг вам начинают говорить что госпроизводство титана должно принадлежать государству и выкупает насильственного владельца какую-нибудь авизму через раз тех а через несколько лет вы с удивлением обнаруживаете что опля это же самая весьма продана своим менеджером а да а как же государство которое должно контролировать выпуск титана и почему титана почему не булочек а получается что государство данном случае инструмент дележки и там какой-нибудь скрипоносное требование по перенесению обязательно данных пользователей тех или иных сервисов на территории россии вдруг оказывается что среди интересантов а человек который эти данные готов хранить для родины разумеется за соответствующие деньги и как правило этот кто-то это вовсе не успешный интернет деятель а наоборот интернет лузер который не смог победить конкурентов на рынке и пытается вот заехать на кривом коне через государство так вот закрытие шаненки и европейского университета они к сожалению не подпадают под это это реально без всякого бабла закрытие по идеологическим причинам это вот реально в фсб да или может быть там не только в фсб сидят люди которые считают что вот европейское образование вузы которые соответствуют европейским стандартам частные вузы это значит через них пролезет проклятая цейру пролезет проклятая массат и значит будут соблазнять нашу молодежь на оранжевую революцию вот знаете как сам зарождается ведьма согласно тибетским поверьям очень просто она сам зарождается когда люди начинают чего-то пугаться сидит куст в темноте пришел прохожий куст махал ветвями прохожему было страшно он решил что там ведьма прошел второй прохожий ему тоже стало страшно он рассказал это соседи пришли соседи видели вкус темноте он махал ветвями им было страшно они рассказали своим соседям и вот этот совокупный страх человеческие эмоции он приводит к тому что этот куст и это махание ветвей в темноте действительно превращается в ведьму и чем больше они боятся тем ведьма становится больше и вот у нас так же как самозарождение ведьмы в тибете происходит самозарождение патриотизма сначала патриотизм был чисто практический как отжать чего поделить сейчас он значит ведьма отделилась от куста и пошла гулять сама по себе в европейских университетах преподают агенты массада да естественно возникает вопрос ребята когда там вот в рамках чистки нашего образования там просто запретят преподавать квантовую механику и прочие ереси и к сожалению это не случайно потому что я уже говорила что мы берем сейчас пример не с европы не с китая мы берем пример самых невежественных и самых отсталых регионов мира с ближнего востока с хамаса с саудовской аравии а что такое саудовская аравия это государство где боялись революции кстати не только местной власти на и американцы социалистической коммунистической революции что они стали делать чтобы предотвратить революцию они стали поощрять невежество и битве коммунизма невежество невежество победила оказывается лучшее лекарство против революции это невежество и я не знаю умом или спинным мозгом но у нас видимо в кремле поняли этого лучшее лекарство против любых перемен это невежество а чё вон пирамиды там Тысячу лет стоят, это тысячу лет стояли и тысячу лет их строили. И мы так же хотим. Я помню, как-то приходит моя добробутница, которая вдруг захотела получить высшее образование и стала учиться в каком-то университете или институте. И говорит, а правда, что американцы сами себя взорвали 11 сентября? Я говорю, откуда вы это взяли? Она говорит, а нам преподаватель в институте, такой хороший преподаватель, фильм посмотреть велел. Это плоды просвещения. Вот этих институтов они, конечно, не будут лицензии отзывать. Вот от кафедры богословия в Мефии до ракет, которые попы опрыскивают перед стартом, после чего они падают. Посмотрите статистику. Чем больше опрыскивают, тем больше падают. Вот в США не опрыскивали, падали меньше. Там прямая статистическая корреляция. Так вот, этим убивается, я даже не знаю, как сказать, ни культура, ни нация, будущее. Если вы мне скажете, что не может нация одичать, я вам скажу то, что, к сожалению, может. Я вам назову два примера. Один пример очень известный, который у нас очень любят и хвалят, это Византия. Это редкий в истории человечества пример, когда та же нация, которая говорила на греческом, то есть на том же языке, с преемственностью, которую не завоевывали никакие варвары, в течение нескольких столетий деградировали. И люди, которые знали диаметр Земли, потому что, например, Ротосфен вычислил диаметр Земли, и знали, естественно, что Земля – это шар, а там превратилось всё это в карту Козьма Индикоплова, для которой Земля не только плоская, там сбоку такой пупочек нарисован, это рай земной. А да, в результате деградации, религиозной, тоталитарной деградации, полная деградация культуры, а затем науки, которая кончилась исчезновением государства с карты мира. И, собственно, та страна, которая была восточной Римской империи, мы только называем ее Византией, на самом деле это была та самая Римская империя, только принявшая христианство. И императоры которой, вместо того, чтобы поощрять науку, поощрять искусство, что они делали, например, вместо того даже, чтобы воевать с внешними врагами, они очень часто занимались тем, что их войска занимались более важной задачей, это уничтожением прямо на территории Византии христиан, которые веровали Христа, но не так, как надо. Есть еще более сложный пример, еще более интересный. Я его приведу, это Средняя Азия. Вот знаете, мусульмане любят говорить, что мы изобрели алгебру, когда в Европе листом подтирались. Это совершенно верно, потому что исламский мир, и даже точнее выходцы из Средней Азии, от момента исламского завивания до Тамерлана, был действительно тем же, что Принстон и Гарвард сегодня. Алгоритм мы называем так, потому что его придумал человек Аль-Харизми. Ибн-Сину переводили, им зачитывали с Европы много веков. А Мара Хаяма читали даже героя Генри. Да, и 9-10 век, это время совершенно протисающего расцвета арабского просвещения, о причинах которого я поговорю уже в следующей половинке перограммы. Половинке перограммы. Половинке перограммы. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина, 985-970-4545. Как всегда в это время по субботам. Я говорила о печальной истории, о том, как может деградировать страна даже в отсутствии завоеваний или не совсем в зависимости от завоеваний. Да, потому что я говорила как раз о мусульманской Средней Азии, которая в 9-11 веке была временем совершенно потрясающего расцвета просвещения. Могу сослаться на книгу потрясающую Фредерика Старра, которая так и называется «The Lost Enlightenment. Потерянное просвещение». И вот удивительно, что в этот момент этот мусульманский мир как раз не был еще мусульманским, потому что все завоеванные регионы Средней Азии в особенности были предметом горячего соперничества не истребленных еще религий. Да, потому что, например, там кто были Бармакиды, знаменитые везери Харуна Али Рашида, при которых и начался, собственно, расцвет. Это был рот из Средней Азии, из Балха, в Афганистане, традиционно владевший одним из крупнейших его буддийских монастырей. Кто был Фердауси, автор Великой Шахнамея? Но если он и сам не был зароастрийцем, он ни разу не осуждал эту религию. В своей книге о 49 персидских царях ему в голову не пришло сказать, что вот они погибли, потому что были неверные. Как выглядели дворец царей Бухары после уже арабского завоевания? Зароастрийский алтарь огнел, индийские ноги и божества, буддийские божества, сагдианский бог войны на стенах. Вот был такой правитель Харасана Абу-Муслим. Несмотря на то, что он назывался Абу-Муслим, пользовался поддержкой христиан, зароастрийцев и буддистов и верил в переселение душ. Кто такой был Аль-Табари? Великий медик, ответ, нестарианский христианин из Мерва, обращен был лично в Багдаде к калифу. А вот Мухаббед им Закария Аль-Рази, великий медик, живший перед Аль-Бен-Синой как раз в конце 9-го, начале 10-го века, знаете, как назывались его трактаты о религии, мошеннические трюки пророка. Цитирую, «Если верующие той или иной религии, если их спросить о доказательствах справедливости их веры, они вспыхивают, сердятся и проливают кровь любого, кто задаст им этот вопрос. Они запрещают рациональное обсуждение и пытаются убить своих противников». Вот почему правде затыкают рот, и она вынуждена скрываться. Вот это написано не в 18-м веке Вольтером, это написано в 9-м веке медиком Аль-Рази, потому что в то время, когда процветала наука и искусство в Средней Азии и Ближнем Востоке, это было время конкуренции, потому что до 12-м веке в Средней Азии это было местом, где соперничали буддизм, зороастризм, мистерианство, манихейство, местные шаманы. Это было время, когда в Багдаде продолжали писаться зороастрийские тексты, когда там была куча синагог и христианских монастырей. И что сделал Калиф Аль-Мамон, придя к власти? Он создал Академию наук, но называлось это «Дом мудрости», но его ученые создали ему механическую флейту, которая играла с помощью пара, собственно, это была первая программированная машина в истории человечества. И кого поддерживал Халиф Аль-Мамон? Мутазелитов. Кто такие были мутазелиты? Это люди, которые считали, что все можно постигнуть с помощью разума и категорически, в частности, отрицали, что Коран – это вечная книга, несотворенная, существующая на небесах. Причем был устроен суд Халифом Аль-Мамоном, и все, кто считали, что Коран – несотворенная книга, доставшаяся с небес, таких было очень мало, почему-то никто не решил сопротивиться к Халифу, отправились в тюрьму. Вот вы можете себе представить, чтобы сейчас исламский правитель заявил, что нет, Коран – нет, сотворен. А это было, собственно, то же самое, что европейское просвещение, потому что европейское просвещение тоже поддерживали правителя, чтобы сломать мертвящую власть духовенства. Да, и вот этот поразительный момент, потому что исламский мир любит вспоминать свой расцвет, как мы были круты в XI веке. Да, вы были круты, пока вы были терпимы. Пока существовал огромный мир, в котором ввалились буддисты, нестариане, манихеи, зороастрийцы и просто атеисты, как Аль-Рази. Пока на стенах дворцов рисовали индийских божеств, Иомар Хаям воспевал вино. Да, многие из этих людей были мусульмане, хотя бы формально, точно так же, как Вольтер формально был христианин, но самое главное, существовало разнообразие. Это пример, как мультикультурность и разнообразие являются необходимым для развития науки и мысли. И второе, конечно, это пример, как важна поддержка правителя, потому что в средневековом обществе, где все зависит от правителя, да, а вне зависимости от того, это Флоренция или это Багдад, дело обстоит одинаковое. Правитель действует как Аль-Мамон, все процветает. Правитель рубит головы ученым, все кончается. И я, почему я, собственно, стала говорить именно о Средней Азии? Потому что сейчас это очень печально выглядящий регион. Это регион мертвый, отчасти в интеллектуальном смысле слова. А это поразительно, потому что, когда ты читаешь и понимаешь, что все эти великие ученые, они были из Балха, из Мерва, из Карасана, из Бухары, из тех самых мест, которые сейчас, слева пустыня, либо талибы, эти места реально за тысячу лет регрессировали не по сравнению с остальным миром, который вырос, а по сравнению с самими собой тысячу лет назад. Да, вот, потому что, несмотря на то, что в Афганистане сидит там каким-нибудь человек с калашниковым и с айподом в руках, и формально эти калашников, айпод, и, конечно, тысячу лет не существовало, но по сравнению с Аль-Беруней и Ибн-Синой он деградировал. И второе, это экологическая катастрофа, потому что еще одна вещь, которая поддерживала Среднюю Азию, была изощренная система земледелия, которая не позволяла засоляться почве. В первую очередь, это были подземные колодцы, киризы, которые поддерживались не только с помощью опыта, но и с помощью очень хороших исчислений. А эти регионы тупо утратили эту технологию вслед за разнообразием и мультикультурностью. И вот когда мы говорим о закрытии Шаненки, о закрытии европейских университетов, о кафедре биологии в МИФИ, это вопрос очень простой. Посмотрите на павшую Византию. Вы этого хотите? Посмотрите на узбекские пустыни, афганские горы, где некогда существовала великая цивилизация, убитая. Вы этого хотите? 985, 970, 45, 45. Еще одна история, которая продолжается. Это история о пенсиях. И вот я много о ней говорила в прошлый раз, и хочу добавить еще одну маленькую интересную деталь, которая заключается в том, что несмотря на то, что пенсионный возраст повышается так, что среднестатистически, ну просто большее количество, большее число мужчин, правда, в основном пьющих мужчин, просто не доживет до начала своего пенсионного возраста, это не касается одной очень интересной категории населения, а именно силовиков, которые продолжают уходить на пенсию после 20 лет, то есть человек, который там, условно говоря, кошмарил бизнес, находил румынских шпионов и прочее, да вот он в 40, даже может быть иногда и пораньше, может уйти на пенсию, стать руководителем того самого бизнеса, который он раньше кошмарил, получать при этом пенсию не в 14 тысяч рублей, а много выше, и я напомню, что это очень значительная категория тех людей, которые работают, потому что у нас 340 тысяч только Росгвардии, а вот тут вчера Сергей Пархоменко говорил о том, что в России на каждые 10 тысяч жителей приходится 515 полицейских, что чудовищная цифра, там в два раза больше американской, но это не только без ФСБ, ФСО и, естественно, армии, но это, насколько я понимаю, без Росгвардии, и, ребят, если у нас такое сложное положение финансовое, то почему бы не повысить возраст, в том числе и им, почему на пенсию должны выходить 40-летние, полностью дееспособные мужики, потому что этот контингент, ответ естественный, именно этот контингент является опорой режима. Избиратель не является опорой режима. Избиратель, это хорошо известно в Кремле, утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что вот то, что там нам социологи тут сказали, что 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы, да это ерунда. Тот верный избиратель, который голосует за нынешнюю власть, он будет голосовать за нее не по мере того, как ему будет становиться лучше, а по мере того, как ему будет становиться хуже. И это много раз говорило, что в этом смысле это абсолютно безошибочная ситуация, потому что у Путина, у нынешней власти произошла переориентацию с элитой, которая раньше была его социальной базой. Переориентацию, наоборот, на людей чрезвычайно бедных, потому что элиты, они заразы думают о свободе, они воруют, да, они воруют, они держат деньги на Западе, да, они держат деньги на Западе, но при этом они, сволочи, думают о свободе. А нищий человек, он думает о смысле жизни, ему важно, чтобы его жизнь имела смысл. И чем хуже ему становится, тем больше ему нужен этот смысл. Точно так же, чем больше там распадалась Симская империя, тем больше людей становилось христианами, потому что они хотели, чтобы их жизнь имела смысл. Да, и, соответственно, ну, очевидно, что те люди, которые сейчас являются избирательной базой режима, они смирятся с любым ухудшением собственного качества жизни. Если не смирятся, то, очевидно, у правительства есть в запасе два хода. Первый из них заключается в том, что профсоюзы поднимут знамя протесток, анализируют его и скажут, да, мы тут протестуем против этого ужасного повышения пенсионного возраста. Ну, естественно, на митинги, объявленные профсоюзами, которые будут разрешать, никто не придет, придет два с половиной коллеги, после чего, значит, власти разведут руками и скажут, вот, вот, видите, значит, никаких протестов нет. Да, а Навальному митинги, естественно, не разрешат, скажут, идите на профсоюзный. Ну, и в крайнем случае, если что-то будет действительно серьезное, то выйдет Путин весь в белом и скажет, да, а я не знал, как, пенсионная реформа, гады какие. И правительство скажет, и, так сказать, и, значит, поговорим про неправительство, и избиратель скажет, как велик Путин. Еще раз, к сожалению, нет никакой надежды на российского избирателя. Есть на молодежь, но молодежи в России мало, у нас нет того, что называется молодежный пузырь, и эта молодежь, наиболее достойная часть, просто уезжает из страны, происходит гигантский отток мозгов. Есть части надежда на элиту, хотя качество этой элиты, конечно, гораздо хуже по сравнению не то, что с царскими временами, а уже даже и с советскими, если говорить о научной элите. Кстати, удивительно, что на этом фоне вот тотальной деградации происходит, очень сильный рост числа миллиардеров. Там разные данные, но, насколько я понимаю, с 2008-го это количество миллиардеров у нас выросло в два раза. Это очень показательно, потому что, знаете, я же вообще-то сторонник свободного рынка, я не сторонник социальной справедливости, и вовсе не считаю, что если человек хорошо зарабатывает, то он должен этим делиться. Но вот в условиях того, что ВВП де-факто не растет, особенно ВВП на душу населения, и как-то, в общем, страна пребывает в чрезвычайно печальном состоянии, мы понимаем, что количество миллиардеров, оно вырастает не от того, что кто-то создал там Google или Amazon, или начал какое-то уникальное производство, а просто от того, что он заполучил больше государственного административного ресурса. И как мы видели, как растут эти миллиардеры, ну, там мы можем видеть на примере истории недавнего банкротства банка открытия, за открытием покатились другие банки, и Бинбанк, и Промсвязьбанк, и дальше, когда, значит, стали копаться, тот же ЦБ стал копать, то выяснилось, что модель работы вот этих трех банков, которые взаимно оплодотворяли друг друга, там еще четвертый банк был, который еще держится, она заключалась в том, что фактически брали деньги из одного банка, через боковую проводку, через другой банк, финансировали покупку недвижимости, было такое московское кольцо, Промсвязь, Бинбанк и открытие, ну, и там еще был московский кредитный. Да, или другой вариант, покупали пенсионные компании, опять же, да, банк дает деньги на покупку пенсионной компании, а та размещает деньги в банке. Да, и вот выяснилось, что в результате такого модели ведения бизнеса образовалась там дыра в один триллион рублей, которые на Биолина было вынуждено туда положить, не потому, что это какие-то, уже не потому, что это была коррупция, просто потому, что, ну, не могла на Биолина допустить обрушение, скажем, российской пенсионной системы. А выгодопредовлетателям всего этого дела, да, все участники этой истории прекрасно уехали из России, и ладно, потому что меньше всего бы не хотелось, чтобы они сидели, как Карина Суркан, да, выгодопредовлетателям, как раз, видимо, сейчас будет московский кредитный банк, потому что его, как я понимаю, поддержал как раз Игорь Иванович Сечин, да, и, соответственно, возникает вопрос, да, все ругают 90-е годы, там, все показывают приватизацию пальцем, но только в 90-е годы все это совершалось открыто, и участвовать мог любой. А сейчас то же самое происходит, только закрыто, и участвовать можно только по приглашениям. Еще раз, да, вот замечательная цитата, они взорвают государство, это группа лиц, которая связана с возможностью обворовывать население, и необходимостью эту возможность защищать. 985-970-45-45, ну и последняя история про, как раз, про нынешнюю российскую действительность, за границей нам поможет, про санкции, вот только что были введены санкции против Виксельберга и Дерипаски американцами, которые, конечно, были шокирующими для обоих бизнесменов, особенно для Виксельберга, который, как я понимаю, даже не мог понять, за что он туда попал. Ну и, судя по всему, он попал туда за то, что давал деньги действительно грязному лойеру Трампа, значит, Майклу Куэну, но учитывая, что деньги этому лойеру, на самом деле, практически за лоббизм, он платил огромное количество народу, включая и американские компании, не совсем понятно, почему попал именно в Виксельберг. Ну да бог с ним. Да, вот прозвучало, понятно было, что это не конец, и вот прозвучало на этой неделе третье имя, оно прозвучало пока предварительно, потому что два республиканца, Элиана Рослейтенен и Малк Волкер, они написали запрос про владельца системы Владимира Истушенкова, то с того самого, который у нас сидел под домашним арестом за башнефть, и таким образом, значит, бедная Евтушенков сейчас получается и с одной стороны отсечено, и с другой стороны от американцев. В этом запросе упоминается только два эпизода, которые не надо доказывать. Значит, один, это который доказывается словами самого Путина, когда на совещании в октябре 16-го года президент России Владимир Путин сказал, что Владимир Истушенков и АФК-система будут строить многофункциональные медицинские центры на территории Крыма, и второе, там речь идёт о узбекистанских взятках, взятки эти давались Гульнаре Каримовой, это дело хорошо известно американцам, там далеко не та, ни одна МТС, там были и норвежцы замешаны, там был импелком замешан, они все заплатили гигантские штрафы, то есть они все признались. Я скорее сочувствую всем компаниям, потому что, да, какой-то был период жизни в Афганистане, ну вот было такое время, когда действовать в Узбекистане можно только давая взятки Гульнаре Каримовой. Сейчас она исчезла с горизонта, находится то ли под домашним арестом, то ли вообще исчезла из жизни, но скорее всего под домашним арестом, да, и взятки приходится давать уже другим. Понятно, что, да, это две известные истории, я бы сильно удивилась, если бы американцы не расследовали вообще роль связи Евтушенкова с Януковичем и вообще его роль в том, что касалось Донбасса, но вот, да, собственно, почему я об этом заговорила. Я об этом поводу хочу рассказать две истории. Одну, которая мало представляет интереса для широкой публики, и которая, я думаю, вообще очень грязная с обеих сторон, поэтому я ее буду рассказывать очень в общих чертах, она не так интересна, эта история, из Вестхандельсбанка в Люксембурге. Да, это такой софт-загранбанк, что такое софт-загранбанк, объяснять не надо, да, там еще в 80-х это были прекрасные средства для финансирования братских социалистических партий. Ну, вот это была та система офшоров, которая, собственно, и была создана еще впервые Советским Союзом, и потом, собственно, люди софт-загранбанков, в общем-то, объясняли красным директорам, как воровать деньги. И вот в свое время с одобрения товарищей Евтушенков этот банк у товарищей купил, а в Ростовский азот, смысл которого заключается в том, что банк, естественно, банкротил его предприятие и хотел забрать себе, надо сказать, не забрал, потому что в итоге предприятие утащил еще один рейтер, то есть смысл из КПП в том, что банк, несмотря на то, что он люксембургский, принадлежавший корпорации и системы, действовал как рейдер в интересах своих акционеров. Вопрос, вот учитывая, что происходит сейчас с банковской системой в Европе, да, как чистят латвийскую банковскую систему, как чистят кипрскую банковскую систему, Минфин США, и при наличии этого письма сенаторов, каково сейчас будет люксембургскому банку. И вы мне скажете, да, вот я совсем какую-то не очень, честно говоря, интересную историю рассказываю, я сейчас даже стала ее рассказывать и подумала, ну вот какой-то пипи, да, вот какие-то шарашки, да, все они хороши. Вы скажете, нам какое дело? Я вам объясню, какое нам дело до пипи. Помните уголовку против московского врача-гематолога Елены Миссюриной? А когда ее посадили, да, ее потом выпустили, причем Следственный комитет намертво вцепился и протестовала, и объясняла им, что ее правильно посадили. И я тогда не говорила об этой истории, и я считаю, что я эту историю задолжала, потому что эта история была очень важная. Эта история была о том, как в 13-м году в генотехнологию, в частную медицинскую клинику, где работала эта миссия, я обратился к пациенту, у которого было несколько серьезных заболеваний, у него был рак, у него был диабет, у него был миэлофиброз. Ему нужно было сделать трепанобиопсию, которая, собственно, и сделала эта миссюрина. Вечером он почувствовал себя плохо, его привезли тоже в частную клинику, но медси. И это как раз была клиника, который имел прямое отношение Евтушенков. Да, вот это вот, вся эта корпорация, система, они покупали в московские клиники еще когда Евтушенков был в силе. И дальше начались чудеса, потому что, во-первых, этому человеку поставили ошибочный диагноз, ему сказали, что у него аппендицит. То есть, еще раз, у человека рак предстательной железы, сахарный диабет, не сахарный диабет, миэлофиброз, ему говорят, что у парня у тебя аппендицит. Но самое главное не это, а то, что человека с диагнозом аппендицит, его вместо того, чтобы положить в операционный стол, положили в палату и прооперировали на следующий день. Это полный вынос мозга, этого не бывает. Если у человека аппендицит, его сразу кладут на стол. Дорога, каждая минута. Это даже не знаю, как назвать это, как привезти человека с инсультом и сказать, ну вот полежи в коридоре, мы утром на работу придем. Его оперируют, через несколько дней он умирает и дальше начинаются адские чудеса, потому что человек умер. И возникает вопрос, кто виноват? Маленькая частная клиника генотехнологии или отцы, которые привезли пациента, сначала поставили ему неправильный диагноз, а потом после этого неправильного диагноза аппендицит, еще и не оперировали его несколько часов. Ответ должно дать вскрытие и патологоанатом, тоже из МИДСИ, а вместо фото и видео предоставляет картинки и говорит, вы знаете, вот я тут вам на схеме покажу, что это, конечно, виновата дамочка, которая была, так сказать, вот вы знаете, к нам привезли практически покойника. Вот он у нас три дня умирал, а мы ничего не могли сделать. А, да, собственно, вот это действительно тот суд, когда абсолютная предвзятость суда была невооружена одним глазом. Видно тот случай, когда люди, на попечении которых пациент находился три дня, и которые, а, поставили ему неправильный диагноз, б, после неправильного диагноза поставленного аппендицит, не сделали операцию, и вы через три дня у них умер, без фото, без видео, на основании двух бумажек, в которых написаны разные вещи, стали доказывать, что их пациента зарезали еще три дня назад. Ну, вот живой покойник к ним поступил, ничего они сделать не могли. И почему это важно? Да, потому что оказывается, что все вот эти вот довольно сложные вещи, да, типа, да, истрестхандельсбанк, Люксембург, какой-то Руставский Азот, да, письма сенаторов, они на самом деле, да, дружба Евтушенкова с Януковичем, они на самом деле транслируются вот в очень простые вещи, когда оказывается, что вы, получая медицинскую услугу, не можете быть гарантированы от того, что с вами случится вот такая вещь, вам поставят неправильный диагноз, и после этого еще продержат без операции. А потом, когда, не дай бог, вы умрете, или ваш родственник умрет, да, или не, начнут, начнутся такие удивительные вещи. Вот все эти высокие вещи транслируются в очень простое распадение коррупционное, существующей ткани обычной российской жизни. Всего лучшего, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok